Всем привет! У нас новости Турции. И, честно говоря, я даже думала, снимать это видео или нет, но всегда же в какой-то промежуток времени нужно делать апдейт, рассказывать, что у нас здесь происходит. Но, честно, происходит очень много, и в тот же момент ничего нового. Всё то же самое на те же самые темы, которые были озвучены в моём прошлом видео. Очень-таки интересно, да, почему? Я каждый раз говорю, Лира достигла своего исторического минимума, или там пробито дно. Но каждый раз, как видите, и основы информации, это дно пробивается всё больше и больше. Что это такое, я имею в виду? Ну, сейчас у нас 11 лир стоит 1 доллар. 11,11 вообще на самом деле. И практически с каждым днём эта сумма всё увеличивается, Лира всё более катастрофически падает. Это просто всё дорожает. Я не знаю даже как описать, но у нас буквально, когда это опять очередное падение произошло, сейчас вот на данный момент где-то 6,5 рублей одна лира стоит. Девочки, мальчики, на минутку 5 лет, наверное, назад лира стоила 25 рублей. Прикиньте. А сейчас 6,5. Конечно, кто в валюте получает зарплату, или какие-то доходы имеет и так далее, в каких-либо валютах мира, в рублях в том числе, в долларах, в евро. Конечно, жить в Турции, а сейчас назовём на данный момент что-то выгодное ещё, да, это что-то довольно-таки подешевело. Но это маленький промежуток времени, буквально неделька-две сейчас всё поднимется в цене. Когда это произошло, вот буквально парочку-трёх дней назад, в магазинах исчез сахар. Ну, в магазине возле моего дома, например, в Мигросе, 5 Амбольшом, у нас всё в порядке было, но очень появились в телевизоре сюжеты о том, что люди начали скупать сахар, подсолнечное масло. Турки очень много жарят на подсолнечном масле, прям они просто литрами льют, всё у них соты лик, знаете, всё в масле плавает. Поэтому масло такие стандартные, классическая турецкая кухня, солча, масло, там, фасоли тогда и сахара много. Соответственно, всё это очень активные такие продукты. И люди, конечно же, а-ля такой, знаете, 90-х, начали скупать, запасаться такими продуктами, которые не пропадают. Ну, типа, крупы, макароны, масло, сахар и так далее. Что чего такой большой расход, что они очень много кушают. И даже были магазины, где были такие таблички, типа, условно, там, по одной бутылке масла в руки продаём, да, или один пакет сахара только можно купить, что-то не скупали просто, вот, знаете. Короче говоря, как скупали вначале корону гречку, там, с туалетной бумагой, то же самое. Здесь вот по теме таких продуктов. Объединились хорошая партия и ГРП, вроде бы, да, объединились, ну, не прям объединились, но они пришли к общему знаменателю. Это оппозиция политической партии, режим, который сейчас идёт в стране, оппозиция, да, но они объединились. И в одной, скажем так, теме идут, просят, высказываются в Твиттере, на телеканалах, заявления всякие публичные о том, что они просят, скажем так, вопрошают к РДА, но для досрочных выборов, выборов в парламент, что правительство, такая экономическая ситуация, правительство работает плохо, надо делать перевыборы, короче, начнут что-то политическое менять. То есть мы, я не думаю, что президентские выборы, например, раньше они состоятся, они у нас в 23-м году планируются, через два года только. Но политическое нагнетание ситуации, естественно, начали больше оппозиционеры вылазить, партии становятся сильнее, потому что, конечно же, людей, которые не поддерживают то, что происходит, недовольных становится гораздо больше. Условно, когда ты мог вчера купить, я не знаю, килограмм риса, а сегодня у тебя денег хватит на 300 грамм его, люди, конечно, понимают, что что-то происходит не так, которые даже не были в курсе экономики, каких-то процессов политических и так далее, просто тупо экономически, финансово люди стали жить хуже, скажем так, более нищими стали. Растут, конечно же, цены на все везде, и все это вообще, мы о чем не говорим. Помните, я вам рассказывала, золото скупают? Уже не скупают. Приемники стоят финансово. Я буквально на днях разговаривала с одной девушкой, по соседству, у меня есть девушка, я с собой с ней знакома, по ситуациям с ней в банке встретились в очереди, но она делала перевод денежный к себе на родину каким-то родственникам. В общем, она из Дубаи, и она здесь живет, работает в своей какой-то арабской компании, по инженерингу, по строительству, чего-то кого-то, тра-та-та-та. Живет у нас здесь где-то 4 года, в Стамбуле. Она сказала, я буду уезжать скоро, жить невозможно, все становится очень дорогим, я зарплату получаю в лирах, здесь, на месте. Но мне проще вернуться к себе домой, оставаться на работе в своей компании, получать деньги, зарплату у себя дома, в Дирхамах. Дирхама, она мне говорила, значит, Дубай, да? Потому что мне так выгоднее, здесь лира ваша уже, типа, ничего здесь не стоит. Она была просто в шоке, вот именно вот это, когда падение очередной лиры произошло, в тот день мы с ней общались, она говорит, квартиры очень дорогие. И вот к вопросу, кто и на зимовку в Турцию собирался ехать, вот эта вся история, ребята, я бы посоветовала или покупать недвижимость. Честно скажу, сейчас пока что не время что-то здесь покупать, вкладывая деньги в бизнес или в недвижимость, потому что все подросло в цене. Квартиры, я в прошлый раз вам говорила, видео отдельно снимала, квартиры выросли в 2, а то бывает в 3 раза даже дороже уже, уже больше, а то где-то на 200% дороже. Потому что возросли просто стоимость материалов, на которых строят эти дома. Бетон, дерево очень подорожало, плиты различные, проводка, все вот эти материалы строительные дорогие стали. Поэтому стройка, естественно, увеличилась в стоимости, и квартиры, само собой, тоже. Уже жилищный фонд, который старый, уже построенные дома, они тоже, конечно, подорожали, но новые дома ни разу не дешевеют, они еще дороже становятся. То есть вкладывать сейчас вообще не время. Но найти квартиру, довольно-таки купить, довольно-таки трудно, потому что я вижу процессы, квартиры реально продаются, реально покупаются, снимаются. То есть деваться некуда. Люди все равно вот в этом процессе экономическом, кому нужны квартиры, они покупают, кому надо, продают. Ничего не боятся. Многие из-за вот этого возрастания курса доллара по отношению к лире, складывают свои последние средства и пытаются купить хоть что-то, чтобы еще пока ничего больше не подорожало, потому что никто ни во что хорошее, скажем так, не верит, что что-то будет улучшаться. И типа раз, такая, доллар стагнируется, заморозит. Вообще, Центробанк Турции планировал заморозить эту ставку, но пока что это такая подвешенная история. Что-то пока еще ничего не заморозили. Пока мы видим только такие плаги пожинаем такого образа. Что люди вообще? Люди в панике, в шоке. У кого есть какие-то деньги, они либо вкладывают в недвижимость, либо покупают какие-то такие дорогие товары, которые сейчас немножко, скажем так, подешевели, потому что в долларах пересчитывать иностранные какие-то товары, технику какую-то бытовую, машины в том числе, машины тоже дорожают. Машины подорожали вообще на очень много, особенно новые какие-то машины, модели последние, просто в салонах цены просто взлетают, и люди все равно их покупают. Хотя, казалось бы, машина не такое уж вложение для денег, что она быстро теряет, выезжая из салона, уже там 20-30% своей стоимости, но все равно. То есть, знаете, такое ощущение, люди, у кого есть деньги, не пытаются как-то продумать, куда-то вложить последние, и сейчас просто лягут на дно и будут затаиваться очень долгий период времени наблюдать, что происходит и экономические, и политические моменты. Здесь сразу всплывает политика в стране. Внешняя политика, приезжал тут наследный приз Эмиратов, они налаживают, помните, я им говорила, типа такой восточный мир создают здесь, Турция, Эмираты, там, Катар и так далее, это все в процессе идет, про нефть, про всякие ресурсы, Турция каких-то таких конфликтных, что помните, с Америкой пытался маленькую победоносную войну, послов, все уже, эта история закрыта, уже все, мы про это забываем, у людей все больше и больше вопросов возникают, не очень хороших, типа, что делать, что нам есть, как жить вообще, как существовать будем. Бизнес продолжает работать, тот, который есть шатковалка, просто на все поднимаются цены, и люди со своими зарплатами, они не индексированы, все меньше и меньше могут себе позволить и купить чего-то. Это очень печально. По поводу, ну, скажем так, попрошаек на улицах или еще чего-то, я думаю, что этого со временем будет, конечно, в Стамбуле в больших городах гораздо больше, будет гораздо больше людей, которые многое себе позволить не могут, и даже какой-то минимум себе, и жилье в том числе, то есть снимать какое-то жилье, жить и так далее. Вообще, ситуация не очень хорошая, экономически она просто ей катится вниз, и мы вот в этом, знаете, ощущение у людей, что мы едем вот в этом поезде по рельсам, и как это остановить, никто не знает. И все просто сидят, выжидают, что будет дальше. Но я думаю, что лучше, конечно, обратно откатываться не будут, либо это стагнируется, либо будут падать еще ниже. По погоде, вообще, для туристов, кто еще в Турции находится, или на Новый год уже и собирается в Анталию ехать в декабре, у нас классная погода. Да, у нас зима, и она довольно-таки засушливая. Обычно у нас в это время года в Стамбуле ливни, холодно очень, у нас довольно-таки сухо, у нас вылезает солнышко днем, припекает, но при этом холодно у нас плюс 10, но так как влажность воздуха плюс 10 здесь, это как ноль, наверное, в Новосибирске, я бы сказала. А если идет дождь, то это уже как минус, там, типа, или 5 пар изо рта, изморис утром на травке бывает, подмерзает что-то. Градусы не очень высокие, но благодаря тому, что выходит солнышко, не такая уж пасмурная погода, очень-то комфортно, приятно находиться, погода неплохая, очень радует, прям, нет ощущения, прям зима-зима наступила. По поводу Анталии, там уже у нас и Алании осень, летят листочки, уже 20 градусов, уже мало кто купается, конечно, есть еще маржи, вообще в Турции круглый год и в Стамбуле есть, и в тех курортных моментах, да, еще есть кто-то, кто купается. Туристы потихонечку разъезжаются, все уже сезон, скажем так, прям все закрываются, отели сейчас в конце ноября. Вообще история с короной, вакцинацией, мы про нее просто забыли. Мы носим также маски везде, в общественных, публичных местах. Полиция вообще по минимуму на улицах ходит, я уже давно не вижу, чтобы что-то там, типа, оденьте маски и все такое прочее. Ну, тут и граждане сознательные, в магазинах там везде, это само собой, ты без маски никуда не войдешь. Хэс-коды также у нас продолжаются, то есть для входа в публичные места или в ресторан хэс-код предъявляешь. Код здоровья, то, что у тебя нет короны, ты на данный момент не в статистике, и ты не на карантине сидишь. Это не QR-код по поводу прививки. И вообще эта тема с короной, экономические проблемы гораздо сильнее. Эта тема вообще... Все, короче, с поездки дня она вообще отошла у нас. За нее не цепляются. Что еще могу отметить? Что, да, пасмурно на душах, в душах людей пасмурно. Все в таком напряжении находятся и рассуждений, как дальше жить, что делать. Все в наблюдательной такой позиции. В общем, посмотрим, что будет. Вот такие на данный момент новости Турции. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok